Сегодня такая заключительная тема, на самом деле одна из самых легких, потому что здесь уже все понятно, все попробовано в принципе, и вы можете это взять за основу и использовать этот формат как полноценный с теми ресурсами, какие у вас есть. О чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим про Instagram, про такие форматы, как InstaLife и InstaEG. Это такие два формата. По сути, это прямой эфир, который наполнен разным содержанием. InstaLife — это типа дня открытых дверей, InstaEG — это прямой эфир на тему сдачи ЕГЭ. Ну, это я вам сейчас кратко говорю. И поговорим о том, почему эти форматы, почему у них есть свое преимущество при работе с вашей целевой аудиторией. Прямой эфир, Stories Highlight. Давайте сначала разберем вот эти три вещи. Вот я сделала скрины на примере аккаунта КФУ. Прямой эфир — это самое основное, о чем мы сегодня будем говорить. Но начну я с простого. Вот Highlight. Кто не знает, что это такое? Один человек не знает, все остальные в курсе. Что это такое? Кружочки. А если помимо того, что мы говорим о геометрической форме? Отлично. Это сохраненные Stories. То есть, если вы снимаете Stories, куда-то идете, если это ваше мероприятие, которое актуально в течение некоторого времени, вы можете открыть Stories. Здесь этого нет, но это делается просто. То есть, вы заходите в Stories, там внизу есть такое сердечко, выделить, на него нажимаете, и он предлагает вам, куда сохранить. Либо в новый Highlight, вы сами его называете, либо в какой-то существующий. Вот на примере КФУ у нас есть существующие Highlight. Большинство из них, вот то, что вы там видите, Институт физики, и ОФ Онлайн, и там некоторые еще институты, это, по сути, много-много сохраненных Stories. Только отличие в том, что, допустим, Институт физики — это сохраненные Stories в виде экскурсии по Институту физики. Мы ходим в виде экскурсии, снимаем по 15 секунд или фотографируем, и потом это сохраняем в Highlight под названием Институт физики. Абитуриенты, мы об этом пишем, говорим абитуриентам, что вот появилась онлайн-экскурсия в Инстаграм-аккаунте, заходите, они заходят и смотрят. Я сейчас не буду открывать это, показывать, вы просто сами зайдете, посмотрите. То есть там все, начиная от того, где вход, где столовая, где библиотека, какие у вас будут парты, какие будут преподаватели, заканчивая там наградами института, учеными, небольшими интервью основных ученых этого института. И получается такой-такой 3D-тур, который совершенно не затратен с точки зрения техники. То есть вы просто берете телефон, идете туда, и сейчас есть возможность спокойно, даже если плохой интернет, вот, допустим, проблемы, приходишь в институт филологии, например, и там вообще нигде ничего не ловят, ловят только на трех аудиториях. Естественно, ты кроме трех аудиторий хочешь показать еще все. Но это не значит, что ты должна прямо сейчас снять и загрузить. Можно снять, выйти, дойти до хорошего интернета и там загрузить. И тогда там в этих сторис не будет пикселей, они будут совершенно в качественном, в хорошем качестве. Вот, допустим, EOF Online, то, что вы там видите, они сделали такую самостоятельную какую-то историю. Они нашли свою студентку, она сама прошлась по институту, и они нам просто скинули видеофайлы. И эти видеофайлы мы загрузили уже в сторис. То есть здесь есть разные форматы, вы это сохраняете. И вот две последних, вот это левый слайд, вы понимаете, левая картинка. Видите, KFU App — это анонс Android-приложения KFU, поскольку не все знают, что оно есть. Пока все не узнают, этот хайлайт будет висеть. И последнее, Love — это был 14 февраля, было очень много, ну не очень много, но достаточно много прикольных признаний в любви к KFU. И вот некоторое время это может повисеть. Просто для того, чтобы те, кто заходит вот в это превью, видели, что информация обновляется согласно календарю. Ну то есть вот что-то, там что-то было другое, научный десант, это мы убрали, сейчас обновили, и люди понимают, что все обновляется. Дальше. Сторис, это, наверное, понятно всем, да? Сторис — это когда вы снимаете 15-секундный отрезок, и вы можете делать фотографию, вы можете снимать видео, либо вы можете загрузить то, что уже у вас есть в телефоне. Единственное, если вы загружаете то, что вы сняли несколько дней тому назад, то он автоматически пробивает дату, и многие эту дату не убирают. Замечали такое? То есть фотография у него там 16 февраля, а на дворе уже там 25-е. И вот это 16 февраля, думаешь, зачем оно? Его можно спокойно нажать, когда вы грузите, сместить вниз и удалить. И тогда фотография, никто не будет знать, когда вы ее сделали, и она будет выглядеть как актуально. Сторис понятно. И прямой эфир. Прямой эфир — это основной инструмент, который, так скажем, выстрелил для соцсетей университета. Никто не знал, как это зайдет, но мы попробовали, и этот инструмент оказался очень полезен. Как зайти в прямой эфир? Кто пробовал? Кто пробовал проводить прямые эфиры? Ну, почти все, да? То есть вы знаете, это та же история. Вы свайпаете влево, у вас открывается экран вот такой вот, как здесь. Ну, то есть вот эта вот фотография. То, что вы видите, это фотография просто ноутбука, на это не смотрите. Вот нужно смотреть здесь на этот вот низ. То есть вот вы так берете телефон, проводите, у вас открывается вот эта вот панель, и вы здесь можете выбрать, например, эта кнопка, это просто вы делаете фотографию, наводите, делаете фотографию, она уходит в сторис. Но вы можете пролистать, здесь есть разные эффекты, и самый, так, самый получается правый он или левый. Получается левый, наверное, самый. В общем, крутите-крутите, и там появляется кнопка прямой эфир. Все. Вы находите эту кнопку, и вы уходите в прямой эфир. Как сделать, чтобы прямой эфир был качественным, мы поговорим дальше. Сейчас я хотела бы остановиться на формате InstaLife, а вообще рассказать вам, как пришла эта идея, как мы это использовали, когда и с чего это началось, и во что это превратилось. Началось это в 2017 году, когда на одной из планерок в департаменте руководитель высказал идею, что интересно было бы как-то расширить влияние, используя инструменты новые. То есть день открытых дверей — это классно, это такое точечное воздействие, вы прям разговариваете с каждым из своих будущих студентов, но есть возможность это все показать многим людям, как это сделать. И тогда мы подумали, что... И тогда, по-моему, как раз появились прямые эфиры, мы подумали, почему бы не попробовать? И идея была в том, что сидит директор института, держит телефон и разговаривает сам с собой, никто его не снимает, и здесь идут вопросы, он их читает. Естественно, первые вот эти два InstaLife были такими тестовыми, не всегда был хороший интернет, не всегда директора институтов держали правильно камеру, так скажем. Но вот эти вот, вы видите, наверху даты, 24-й, 26-й, то есть это был институт механики и математики, это был институт физики. Вот, они хорошо прошли, в принципе. Ну, мы так потестировали летом. Летом вообще неподходящее время для InstaLife, я вам сразу говорю, но идея пришла весной, поэтому мы вот попробовали это летом. Ну, выглядело это вот достаточно... Ну, видно, да, даже по написанию, то есть подписывайтесь в Instagram, кэфу, такое все еще очень робкое, непонятное, но при этом хорошее количество просмотров. Вот здесь, видите, да, глазик 2,7,4. То есть, в принципе, много людей это увидело, и были те, кто подключились, и сдавали вопросы. Ой, так. Ну, дальше я вам просто покажу, как развивался формат, то есть мы сначала вот провели 24-26 июля, вот слева направо движемся, и 26 июля вот мы после каждого инсталайфа писали, что вот инсталайф прошел, там подключилось столько-то, а вопросы были-то такие, и в общем мы вот это вот мусолили, мусолили, потому что люди, ну это было странно, вообще не было слова инсталайф, это у нас откуда оно возникло, мы его придумали, и мы хотели, чтобы этот термин как-то вот вошел в голову абитуриента, что мы что-то такое делаем. Вот мы делали отчеты, и потом постепенно мы стали уже коммуницировать с аудиторией, спрашивать, а там, а кого бы вы хотели видеть на инсталайфе, а там, какие у вас есть вопросы, и это не было чем-то обязательным, то есть мы, ну это было, знаете, вот на уровне личной коммуникации, то есть, а вы хотите? Хотим, ну давайте, давайте вот вы поучаствуйте, а вы хотите? Нет, не очень, ну ладно, и все, и вот 4 инсталайфа, там вот за кого голосуем, там голосуем, договариваемся с институтом, проводим. Вот, кстати, ИУФ как раз здесь на примере провели мы, вот это был один из первых инсталайфов, когда из одного человека он превратился в большое количество людей, то есть там участвовало раз, два, три, четыре. И, Юль, ты помнишь этот инсталайф? Да, первый. Это было, ну это был такой, по-моему, эксперимент первый, когда село много людей в камеру, и вот камера вот так вот ходила, вертикальная картинка, мы попробовали новый режим, но я не помню, как там все это зашло, ты не помнишь? В смысле, по просмотру? Ну да. Смотрели, но тогда мы не подумали о том, что должна быть хорошая связь. А, это прерывалось тогда, да? Да, мы переместились, а потом началась. Что уловить? Вроде нормально. Ну, в общем, это вот были такие моменты, то есть мы пробовали так, сяк, четыре человека, три человека, один человек. Пробовали там вопросы, чтобы оставляли под постом. Ну, в общем, разное было. Разное пробовали, и вот видите, да, уже 2018 год наступил, вот тут уже как-то посты стали более-менее выглядеть красиво, там уже стало понятно, что мы понимаем, о чем пишем сами. И постепенно, тут, значит, это уже постепенно превратилось вот в историю про, ну, что вот надо делать баннер, что это вроде как уже постоянная тема. Вот это сделанный такой, мне сейчас кажется, такой кустарный баннер в конве, но тем не менее тогда казалось, что у InstaLife уже есть свой баннер, классно. Вот, потом в 2019 году мы поняли, что очень незатратный формат, в принципе, все институты готовы уже были к этому формату подключиться, и начали возникать сложности с, ну, с таким менеджментом времени, то есть кто когда может, кто когда хочет, там, чтобы никто ни на кого не накладывался, и мы начали делать уже расписание. То есть расписание InstaLife на феврале абитуриенты, вот в виде там 12, 13, там все очень плотно на самом деле, там прям 12, 13, 15, 17, там типа 8 InstaLife, потом еще 8. В марте, в апреле это прям был поток. И таким образом абитуриенты уже, в принципе, привыкли к этому формату, они знали, что вот если они подключатся, они узнают всю свою информацию с первого курса директора. А смысл прямого эфира, я, может быть, это, ну, так думаю, что вы и так это знаете, но я проговорю. Смысл в том, что абитуриентов важно соединить с вашим институтом. Они считают большинство, что если нет возможности приехать в Казань и пойти, дойти ногами до здания, то нет возможности поступить, ну, узнать и поступить об информации, которая, ну, нужна для поступления, они не узнают. И задача в том, вообще задача всего любого InstaLife в том, чтобы каждый абитуриент имел возможность напрямую задать вопрос, ну, реально директору. Ну, сидит директор, вот там, если никто, если никого больше нет, отвечает директор. Если там, может, кто-то другой, там, заместитель директора, отвечает тоже человек, который, собственно, формирует весь этот процесс. То есть у абитуриента и у их родителей появляется возможность не где-то там читать на сайте, а вот прямо у человека актуальную информацию здесь сейчас получить. И таким образом, это, с одной стороны, открытость, то есть вы показываете, что вот вы живые люди, это не где-то там вы сидите в кабинетах, никто вас не знает, и только летом до вас есть доступ. Нет, вот в течение года, пожалуйста, не можете определиться, задайте вопрос. И таким образом, вот мы вынесли это все в расписание ежемесячное, стали это анонсировать и смотрели количество просмотров. Количество просмотров было большое, вопросы тоже зависели от института, но, в принципе, стабильно было много вопросов. Ну, как много. Вопросов для часового формата, примерно 20 вопросов обработать, это уже много. Потому что один вопрос, он за собой еще человек 100 таких же несет с таким же вопросом. То есть они, почти все вопросы дублируются, и если один человек уже его задал, то остальные просто послушали и больше его не задали. А если уж кто-то задает, то задает какой-то очень специфический вопрос, и он тоже как бы в копилку уходит. Люди потом в течение суток слушают, и все возможные варианты событий уже знают развитие. Если там медаль, если не медаль, если значок ГТО, если там такой балл, сякой балл, в общем, все уже варианты там доступны. Ну, вот мы стали делать уже, вот какой-то такой появилось. Ну, мне кажется, это вообще история не про красивый визуал, это история про то, что у нас у самих в голове появилось, что вот у нас появился формат, который востребован, и мы стали под него делать какие-то одинаковые баннеры, стали заранее писать. Это уже стало не чем-то спонтанным, а стало, ну, таким системным, востребованным. И весь вот 2019 год мы отработали InstaLife и на вот этой волне уже такого, как это правильно сказать, но это было чем-то уже, я не могу сказать, это с одной стороны системно, но с другой стороны это было на уровне уже согласования. То есть мы отправляли служебки, согласовывали даты, это уже было, ну, на уровне такого не, а вы хотите, нет, не хотим, нет, вы хотите, то есть да, да, мы хотим, и вы уже не можете сказать, ой, мы не будем, то есть все, мы хотим, вот ваши даты, вы должны быть. Это уже, ну, стало вноситься в какие-то отчеты институтов, об этом директора института стали рассказывать на ректорате, там вот была история, что там кто-то похвалился, сказал, вот у нас там столько просмотров, это было так в первый раз удивительно, что вообще об этом кто-то сказал где-то больше, чем в своем институте, и это, ну, стало понятно, что это превратилось в такой уже, ну, обязательный формат, так скажем, то есть у каждого института хотя бы раз в полгода, во вторые полгода учебного есть инсталайф, и сейчас это уже вот у нас есть такой некоторый план, кто, когда, это уже сейчас такой, ну, я, такое слово, конечно, но он обязательный уже стал, мне так кажется, то есть уже все хотя бы раз, но должны поучаствовать в инсталайфе, потому что это уже вот стало форматом таким, без которого как бы приемная компания, ну, как бы такая, ознаменует приемную компанию, все, любой инсталайф, это уже такой предвестник, что скоро начнется прием. Ну, и вот я здесь вам хочу привести примеры, вот, то есть любое развитие подразумевает, что что-то есть, потом оно надоедает, потом вы это меняете, это снова надоедает, вот здесь было примерно так же, то есть мы сначала там вот фотографии директоров, потом фотографии университета прикладывали, потом, значит, сделали вот эти баннеры, а тут уже институты стали чувствовать, что, в принципе, ну, как-то все классно, можно попробовать самим что-то скреативить, вот, допустим, из снимка вот они сделали гифку, что, ну, видите, да, все там видно, хорошо, куда поступаешь, конечно, в снимк, и снимк — это мощь, там опечатка, но как поступить, это же типа переписка, тогда-то, тогда-то инсталайф, все. И ТИС стал делать свои, мне кажется, в своем стиле такие баннеры, четкие такие инфографичные, что вот у нас тогда-то, то-то, здесь-то, и вот это уже самый первый в этом году, который был инсталайф с институтом филологии. Они, кстати, его презентуют как день открытых дверей, онлайн день открытых дверей, прямо у них официально так называется. Так, и я вам здесь хотела показать два примера. Сейчас, вот тут то, что я вам уже сказала устно. Это гифка анонс инсталайфа. Это гифка, но звук есть? Нет, вроде, может, есть. Не знаю. Ну, сейчас это, конечно, кажется, что немножко, немножко можно там что-то уже улучшить, но когда они сделали это в первый раз, это был прям такой, ну, что типа, вау, и так можно было, да? Вот, а это уже я вам сейчас немножко сначала расскажу. Это, в общем, наши дни, 2020 год, январь, собственно, Универ ТВ. Мы, давно это была идея в том, чтобы сделать формат более презентабельным, более говорящим, потому что когда там в разных кабинетах у одного директора, у другого, тут, ну, все по-разному, то есть у кого-то стены желтые, у кого-то зеленые, у кого-то шкаф стоит, у кого-то стул стоит, у кого-то, наоборот, все очень, так все очень лаконично. И не было чувства единства. И мы подумали еще в прошлом году, что было бы классно как-то все это унифицировать, чтобы была возможность у каждого института поставить свои баннеры, сделать какую-то подложку, может быть, красивую, ну, и чтобы все было очень так вот цивильно, так скажем, чтобы был хороший интернет, потому что я дальше скажу о требованиях к инсталайфам. Поэтому одной из самых больших, одной из самых больших сложностей в университете, во всем университете, является разное качество сигнала. Если вы проводите прямой эфир в одном здании, может быть очень хороший сигнал, а в другом может быть очень плохой, и ты никогда не знаешь, сколько раз прервется твой инсталайф. Если он прервается, нужно снова заходить, снова запускать, и это, конечно, дело не в том, что это сложно, а в том, что это очень... Ну, сами, да, представляете, КФУ, Казанский федеральный университет, и вот у них прервался пять раз инсталайф, у них что, интернета нет? Ну, то есть абитуриент выбирает между МФТИ, там, между Школой экономикой и МГУ и КФУ, и тут не может получить ответ на свой вопрос, потому что мы три раза там переподключались. Это, конечно, вредит репутации. Конечно, не сильно вредит репутации, но если еще есть какие-то факторы, то это может стать решающим фактором. Поэтому любые факторы, которые вы можете как-то нивелировать, их лучше нивелировать. Собственно, мы вот к этому шли-шли-шли, и в этом году дошли до того, что первопроходцев, так скажем, институт филологии очень хотел провести инсталайф в январе, и мы, значит, их попробовали вот на этой площадке, здесь собрались, здесь было выведено на экране видео презентационное, здесь стояли баннеры, и никто не знал, как из этого, что из этого получится. Но получилось очень красиво. Вот понятно, что это был еще прямой эфир в инстаграме, но была еще и запись, как сейчас вот запись идет. Была запись, и, собственно, вот сейчас уже все готово, и любой, кто пропустил, может посмотреть эту запись в хорошем качестве, с хорошим звуком и в любое время. И длилось это вот 52 минуты. Ну, здесь, наверное, еще сокращенное, где-то час там длилось. Я включу вам просто, чтобы вы видели примерно, как это было. Здравствуйте, это первый в 2020 году инсталайф с институтом филологии межкультурной коммуникации КФУ. Ну, это вот был ведущий, которого, в принципе, до этого не было. Ведущий был нужен для того, чтобы в картинке был человек, чтобы звук шел не откуда-то из-за экрана, а чтобы было понятно, кто читает и задает вопросы. Значит, здесь вот пошло, здесь вот сначала такое представление. То есть вот так вот сидели. Вот сидела я, снимала. Это сидел Алмаз Ридарович. Это сидели участники. То есть вот участники инсталайфа. Вот три человека, они участники инсталайфа. Здесь стоит баннер, здесь бакалавриат, магистратура, направление подготовки. То есть все расписано, при желании можно застопить и посмотреть там все в специальности, все-все в общем направление. И здесь тоже выводилась вся информация, которая помогала участникам инсталайфа, как бы иллюстрировала их ответы. Вот они, в общем, так сидят. Здесь ответит Резидан Мухаммешина, декан высшей школы русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого. Вот здесь, значит, презентация. И потом запускается видео. То есть здесь где-то на не помню, сколько минут. Но, в общем, это была хорошая тема с видео. Если вы будете повторять это, то акцентирую вам внимание, что первые несколько минут, минуты 3-4 до людей в инстаграме доходит сигнал, что запустился прямой эфир. То есть фактически он запустился, но люди еще этого не видят. Им идет сигнал, что он запустился, запустился. И люди подключаются, подключаются к аудиторию, заходите, заходите. Как бы уже 15-40 случилось, но вы все еще заходите, заходите. И то же самое там уже инсталайф как бы запущен фактически. Но люди все еще заходят, заходят. И в это время, что бы ты ни сказал, это вылетит. Ну, то есть люди в это время еще только вот зашли, ой, что здесь вот закрепленная запись, там сколько человек смотрит, а кто эти люди вообще, а вообще, оказывается, я хотела в мет, а тут сидят филологи, пойду я. Вот это все, что они говорят в этот момент, оно не усваивается. Поэтому в этот момент лучше поставить, ну, что-то такое не сильно информационное, но при этом красивое. И вот филологи, институт филологии, у них есть видео, наверное, у каждого института что-то подобное есть, мы поставили это видео. Высокое качество фундаментальных и прикладных исследований, опирающихся на базу известных во всем мире филологических научных школ. В институте филологии и межкультурной коммуникации обучается около 3,5 тысячи студентов, в том числе свыше 600 иностранных студентов. Ну, здесь все понятно, это долгое видео, оно прям такое, прям сильно долгое, но зато все подключились. То есть здесь представление людей, и все, и потом мы начинаем уже рассказ. Прикладное направление. Филология и педагогическое образование. Филология, прикладная филология, русский язык и литература. Четыре года обучения. Тем, кто хочет поступать на это направление, нужно сдавать литературу ЕГЭ, русский и историю. 15 бюджетных мест. Ну, понятно, да, никому не мешает, что я останавливаю и дальше иду. Удобно, да, то есть я просто хочу прокомментировать все моменты. То есть вот здесь каждый представитель своей высшей школы рассказывает про свое направление, параллельно там задают вопросы. И здесь вот, здесь, значит, вот следующий участник рассказывает. Из них 850 на древнем отделении и 62 студента прибыли из-за других стран, из ближнего и дальнего зарубежья. Вот, и дальше, так, 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 и вот третий, третий участник. То есть вот здесь все написано. Если кто-то, кто-то хочет загуглить на сайте, почитать подробнее, все можно увидеть. Вы правильно сказали, Казанский международный лингвистический центр предлагает очень много подобных программ. И краткосрочных, и протяженностью целый год. И параллельно с этим вот Диана, ведущая, она зачитывает, сейчас я хочу найти просто именно, где Диана зачитывает вопросы. Наверное, тут у Дузи Ильяхина, Анна Роуз, Дина, которые могут работать со словом. Ну, банально, да, нужно высокому человеку, руководителю написать текст для выступления. Текст, да, это те меропления, азы обучения. Видеть вас, ответить на ваши вопросы, вы сможете пообщаться с преподавателями, заведующими кафедрами. И в рамках этого дня... Это уже заключительная часть, ну, здесь я не нашла, где Диана задает вопросы, но вы, наверное, поняли, да, то есть они рассказывают, поступают вопросы. Диана тоже сидит в это время в телефоне, видит эти вопросы, она их зачитывает. И они, кто отвечает, ответственные за этот вопрос, он отвечает, дает ответ. Вот здесь уже вот заключительная часть. Презентуют день открытых дверей, реальный день открытых дверей, говорят, да, то он увлекается. В сегодняшнем формате, да, мы можем очень увлечься и немножко уйти в сторону от насущных таких практических вопросов, да. Потому что это действительно интересно, это то, чем мы живем. А на этом наш эфир подходит к концу, и я даю последнее слово нашим гостям. Вот, да, есть моменты, это был первый инсталайф, в таком формате есть моменты, которые мы потом сразу как бы отработали. Вот последнее слово так не надо говорить, заключительное слово. Вы, ну, то есть вы должны эти моменты прям сами за ними следить и в своей речи, и вот, если такое что-то происходит вокруг. Дорогие друзья, участники сегодняшнего нашего общения, мероприятия, мы ждем вас 28 марта в 11 часов. На день открытых дверей Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Ну вот здесь уже идет презентация ближайшего дня открытых дверей, то есть те, кто увлекся, те, кто в Казани, они могут прийти и уже вживую все послушать, спросить. Ну и вот, собственно, вот этот вот роллап, на котором вся информация, то есть вот это важно, что здесь прописаны номера направлений. Почему это важно? Потому что те, кто реально заинтересован, они пойдут гуглить дальше. Им важно понимать, что направление номер такой-то, это действительно оно, предметы такие-то сдавать, баллы такие-то, проходной балл бы в прошлом году. Вот, и, собственно, на чем мы тут заканчиваем? Так что следите за сообщениями на сайте приемной комиссии, на сайте ФМК и готовьте свои конкретные вопросы по тем направлениям, которые вы уже выбрали для себя. Ну вот здесь вот как раз речь о том, что они планируют проводить ежемесячно, если будет такая возможность. Ну, как бы, следите, мол, говорят за анонсами. Вот такой формат. Приятно смотреть, когда вот все унифицировано. Согласитесь, это, во-первых, ничего не прерывается, во-вторых, все можно сохранить. То есть, в-третьих, вы всех видите вот близко, удобно, картинка синхронизируется со звуком. И, в общем-то, нам сейчас кажется, что это пока наиболее оптимальный формат в стенах университета проводить именно вот так вот. То есть, сейчас вот это загружено в ВК, но параллельно тогда велась трансляция и в Инстаграм. То есть, это и там, и там. Кому удобно, они в тот же момент сидят, задают вопросы, и у них есть преимущество, они могут задать вопросы здесь, сейчас получить ответ на свой вопрос здесь, сейчас. У тех, но у них там может скакать картинка периодически, чуть-чуть там барахлить интернет, это минус. А здесь другой минус. Здесь люди не могут уже задать свой вопрос. То есть, они могут только послушать, они уже как бы пассивные такие участники, да, они просто слушают и мотают на ус. Это минус для них. Но плюс для них, что они комфортно в любое время открыли и в хорошем качестве все это дело посмотрели. Мы возвращаемся к презентации. И переходим к формату InstaEG. Формат возник, опять-таки, я не могу сказать, что случайно, но, в общем, у нас группа абитуриентов вела студентка географического направления Юли Кайзик, и это была ее идея в прошлом году, спонтанно, в апреле, мы с ней созванивались, и она говорит, «Лиля, слушай, у меня такая идея тут есть, вот, может быть, нам сделать консультацию по ЕГЭ?» И как-то это так прям было вовремя сказано, что мы решили, что да, надо попробовать. А смысл какой? Смысл в том, что, ну, не мне вам это рассказывать, что многие преподаватели университета являются председателями комиссии по ЕГЭ, составителями сборников заданий по ЕГЭ и так далее. И, естественно, это авторитет для школьников, то есть вы своим школьникам, точнее, вы как университет абитуриентам говорите, что типа с нами надежно, мы вам вот как можем, поможем, а дальше уж вы как-то сами. То есть мы вам расскажем, куда пойти, какие документы, как сдать ЕГЭ, но вы, главное, хорошо сдайте и приходите, мы вам для этого все вот создаем, смысл такой. И мы решили, да, хороший вариант и решили попробовать, провели, вот, по-моему, два инста ЕГЭ у нас было. Здесь у нас было инста ЕГЭ по химии, по математике, по истории, по английскому и, возможно, еще какой-то я сейчас не вспомню. Ну, в общем, это все было тоже в инстаграме и где-то к апрелю у нас почти все дни вот было инста ЕГЭ, инсталайф, инста ЕГЭ, инсталайф. И, в принципе, ну, все это заходило. То есть это формат такой, с разных сторон его можно посмотреть, можно проводить неоткрытых дверей, можно проводить консультации. И это, если говорить терминами, то что это такое? Это как бы реклама, но это нативная реклама. Когда вы не говорите напрямую, КФУ классный, поступайте сюда, вы говорите, КФУ классный, потому что мы вам вот предоставляем все. То есть у нас есть ресурсы, мы вам помогаем сориентироваться, мы вам упрощаем процесс поступления, мы там открыли горячую линию для абитуриентов. Мы вот провели консультации по инста ЕГЭ, где вы можете, соответственно, ну, как бы и вопросы задать, и послушать из первых уст от того же председателя комиссии по ЕГЭ, какие темы самые сложные в этом году или какие темы новые. Понятно, что есть репетиторы и так далее, но все-таки это немножко другое, согласитесь, когда репетитор, он вас готовит-готовит, но при этом есть какие-то тенденции. То есть вот в этом году часть там B сложная, вот в этом году там в части А есть там такой-то вопрос, на который все там не знают, как ответить, и вы, значит, слышите об этом от человека, который напрямую соприкасается. Теперь к техническим параметрам, как провести прямой эфир. Сразу вам объясню посыл. Вот то, что мы проводим от департамента пиара и рекламы, мы технически все это сами организуем. То есть мы заботимся о том, чтобы интернет был там, то есть мы не сами интернет этот проводим, но мы даем вот эти рекомендации, что интернет должен быть такой-то там, приходить туда-то, тогда-то, баннер должен быть таким-то, при себе иметь то-то. Но если вы, вот это все, это для вас, если вы решаете проводить в своем институте, что рекомендовано, то есть желательно, чтобы вы, если хотите свой аккаунт развивать, чтобы вы прямые эфиры проводили сами в своем аккаунте института. Потому что, ну, университетский аккаунт, это как бы вот обо всем по верхам. То есть мы осветили это, осветили это, осветили это, мы не можем погрузиться полностью там, рассказать про институт психологии, что вот у вас там на первом этаже, вот там такие классные, значит, практические комнаты, где, как называются эти классы, там интерактивные для преподавателей, все очень интересно, но мы не можем погрузиться полностью в каждый институт, потому что, ну, чисто ресурсов не хватит. Мы можем вот так вот направить, что вот у нас InstaLife, а основной аккаунт там у института психологии вот такой-то, вот дальше уж туда, и они углубляются дальше, и вы там уже их как бы ловите тепленькими, и дальше с ними, им объясняете, почему как бы им нужно к вам поступить. И вот эти все рекомендации, они как раз для вас. Если у вас есть вот это понимание, что вы хотите проводить прямые эфиры, сразу хочу сказать, что прямой эфир должен быть по теме какой-то крупной, то есть по каждому поводу проводить прямой эфир смысла нет, у вас не будет людей, которые будут смотреть. Это должен быть какой-то крупный стабильный повод, допустим, какая-то очень там крупная международная конференция, которую все хотят посмотреть, но не все могут попасть. Или это те же самые дни открытых дверей, которые у вас, допустим, часто проводятся, а InstaLife в основном аккаунте только там два раза за полгода. И вы каждый свой день открытых дверей можете сюда транслировать. Или, например, это могут быть какие-то ваши, ну, если у вас смотря какая-то целевая аудитория, здесь мы думаем, что целевая аудитория абитуриента все-таки. Если вы хотите еще студентов как-то в это вовлечь, и какой-то там приезжает крупный ученый, который может быть интересен студентам, вы можете его тоже поснимать. Ну, тут уж вы должны сами почувствовать свою аудиторию, к кому это будет интересно, кто зайдет слушать это здесь сейчас. Потому что, с одной стороны, это хороший формат, а с другой стороны, это формат, ну, если только он очень интересный, люди пойдут смотреть прямой эфир. Какую-то вот прям, какую-то мелкую новость или какую-то непонятно для кого, люди не будут смотреть, и, ну, это для вашего аккаунта будет скорее как такой минус на будущее. То есть в следующий раз уже не зайдут. Ну, возвращаемся к критериям. Значит, выбрать площадку. Прямой эфир можно проводить как в ВКонтакте, так и в Инстаграме. ВКонтакте плюс в том, что вы можете его записать, то есть он прям как файл, записывается файлом и может висеть в видеофайлов сколько считаете нужно, прям как отдельный файл. В Инстаграме это только 24 часа, то есть вы записали 24 часа, он висит, видели, наверное, так вот прямой эфир в кружочке, а потом он исчезает безвозвратно. Поэтому вот и вы, по-моему, как раз делали. Да, записывали вы и ВКонтакте параллельно, и параллельно снимали прямой эфир. То есть ВКонтакте для того, чтобы осталось, ну, собственно, как мы с УниверТВ делали, а в Инстаграме, чтобы те, кто здесь сейчас хотят задать вопросы, вопросы-то нужны, откуда-то же надо вопросы брать, они задавали уже в Инстаграме. Вот. И по поводу целевой аудитории. Я это уже говорила как-то вскользь. В Инстаграме все-таки больше люди, это российские пользователи и иностранные студенты. Иностранные имеются в виду не СНГ, не вот эта вот часть, а вообще международные такие. И ВКонтакте это целевая аудитория, абитуриенты все-таки больше СНГ. Это вы должны понимать. Если вы выбираете, это тоже нужно учитывать. Дальше. По поводу сколько человек в кадре. Если вы снимаете вот на ВКонтакте, у вас есть широкоформатная камера, то вы можете посадить до трех человек, то есть три, четыре. А если это Инстаграм, то можно ограничиться одним-двумя, ну, тремя. При этом вам нужно будет вот так вот переводить телефон. То есть они все в кадр не войдут, это будет вот штатив, и вы будете его перемещать, или рука, вы будете ее перемещать. Где проводить? Ну, желательно, чтобы это было говорящее место, то есть люди открывают, и самый популярный вопрос, а что происходит? Вот таких вопросов не должно быть. Если возникает вопрос, что происходит, значит, вы, ну, скорее всего, не создали антураж, который сам за себя говорит. Первое время мы раскладывали на столах там какие-то буклеты, какую-то сувенирку, и думали, вот люди же там видят, что на этом буклете логотип не видят, не видят. Это все не видно. Нужно, чтобы стоял баннер, нужно, чтобы везде вообще было написано, что это институт. Какой институт? Ну, желательно, вот если у вас стоит справа слева баннер, то этого уже достаточно. И когда вы запускаете прямой эфир, нужно писать там прямой инсталаев с таким-то институтом и закреплять эту запись. Ну, это надо потренироваться просто. Есть моменты, когда ты нажимаешь, а камера переключается на тебя, и ничего не прикрепляется. Просто нужно потренироваться, чтобы эту запись закрепить, и она будет висеть весь прямой эфир. Люди заходят, сразу видят инсталайв с таким-то институтом, и вопрос снимается. Ну, и стоят еще баннеры в дополнение. О чем говорить? Вопросы, как правило, все однотипные, меняются какие-то нюансы. Вы можете даже эти вопросы себе выписать на случай, что если не будет вопросов, вы можете сами их позадавать. Ну, те, кто будут смотреть записи, они, соответственно, все равно, скорее всего, на эти вопросы и ищут ответы. И говорить, естественно, самое главное, во что любят уходить спикеры. Даже не спикеры, а спикеры это у нас, а там больше как директора или руководители направлений. Они уходят в какие-то официальные вещи и начинают говорить сложным языком. Вот нужно постараться их настроить на то, что перед вами школьники, вот им страшно, они должны поступить, хотят поступить. И нужно с пониманием относиться даже к самым глупым вопросам и объяснять все-таки с ними, вот в этом плане хорошо общались институт филологии, то есть они вот разжевывали, разжевывали, вот не бойтесь, ребята, вот вы к нам, вот у вас вопрос, сейчас мы ответим, все нормально. А если вы не поняли все-таки, вот все-таки придите вы еще вот туда. И все так медленно, и в общем, как-то всем становится спокойно, и все расслабляются и задают свои вопросы. То есть говорить о самых базовых вещах, направления, баллы ЕГЭ, стоимость, количество бюджетных мест, деревни универсиады, кто живет, как попасть, какие условия, и какие-то общие вещи, там стипендия, какая есть, возможности по стажировкам, возможности трудоустройства. Вот, собственно, все основные вопросы. Еще бывают вопросы известные выпускники. Ну и самое главное, это, конечно, качественный ответ на вопросы. Длительность эфира. Если вы ведете в Инстаграме, это до 60 минут технически, то есть вот через 60 минут эфир там появляется, через 57, через 56, через 55 закончится. Вот желательно, чтобы к этому моменту вы уже закончили. Потому что если вы прерветесь на полусловие и потом снова подключитесь, это будет снова вот эти вот плюс 10 минут, пока все зайдут, и половина отвалится, пока зайдут. Поэтому старайтесь укладывать все-таки 60 минут, пропишите прям тайминг, сколько каждый говорит, через сколько, если что, там вот мы не подумали в этот раз, но это хорошая идея, там таблички прям распечататься, типа у вас 5 минут, у вас 10 минут, как это делают на конференциях. Поднимать все, и участники знают, что им нужно закругляться, потому что говорить они о своих направлениях могут много. И им легко, и вы знаете, что вы вовремя закончите. И ВКонтакте чисто уже по соображениям, ну чтобы это сильно не утомляло, можно записывать, в принципе, сколько угодно. Но вот мы проводили, бывало, что очень долгие прямые эфиры с прерываниями, то есть час провели, потом прервались, снова включились, еще на час. Вот это уже тяжело. То есть желательно вот 90 минут, это прям предел. И технические характеристики, это я советовала с коллегами из Универ ТВ, мне вот дали такой ответ, что должен быть стабильный выделенный канал, ну то есть вы можете прямо обратиться в диск, сказать, что вот у нас здание, там у меня очень хороший интернет, можете нам сделать вот эту фразу прямо сказать, они поймут. Стабильный выделенный канал скорости до 10 мегабит, чтобы в этот день у вас был этот канал, вы знали логин, пароль, и вы к нему подключились, ну и потестировали его желательно. Тут все понятно? Субтитры создавал DimaTorzok